Поспеховая социально-экономичная развитие краины – важный фактор забеспечения национальной безопасности. Такую думку выказал Державный секретарь Совета Беспечки Александр Вольфович в рамках шероха рабочих встреч с активом региона с актуальной повесткой дня. Пляцовкой для проведения мероприемства стал Смаргунский район, на прикладе якого была разгледжена социально-экономичная проблематика. Реакция на санкцины и гибридный тиск, негативные информационные уздения на Беларуси, и распаусюдживание фейков. По словах Александра Вольфовича, у склаушихся непростых военно-политичных умовах принциповую важность набывают пытания сучасных подходов до обороны национальных интересов и безопасности краины, адекватного реагования на новые риски. Сократарь Совета Беспечки подкреслил, что Беларусь затекала на выключенном мирном и конструктивном решении любого конфликта. То, что происходит сегодня на территории Украины, некогда братской нам республики, оно не может не беспокоить руководство Беларуси. И Беларусь предпринимает с первых дней начала специальной операции, военной операции на территории Украины. Беларусь предпринимала шаги к урегулированию этого процесса мирным путём. Беларусь предоставила площадку для переговоров. На территории Беларуси стоялись два первых раунда мирных переговоров. К сожалению, эти раунды не дали пока положительных шагов, но, тем не менее, я считаю, что Беларусь внесла лепту в урегулирование этого процесса и продолжает носить лепту, призывая стороны остановиться и перестать проливать кровь мирного населения прежде всего. Беларусь заинтересована в мире, как никто другой, так же, как и Российская Федерация. Но, к сожалению, коллективный Запад, накачивая Украину боеприпасами, оружием и другими военными средствами, отправляя туда от 80 до 130 тонн военных грузов каждый день самолётами, военно-транспортной авиации, ну, наверное, таким образом не предотвратишь конфликт. Различные фейки, различные непонятные ситуации создаются вокруг Украины. Ну, как можно говорить о урегулировании мирного кризиса, когда идёт переговорный процесс, а по нефтехранилищам в Белгороде наносится авиационный удар и по мирному объекту, не имеющему отношения к вооружённым силам Российской Федерации. Как можно говорить о урегулировании мирного процесса, когда российские войска решили отвезти группировку и перегруппироваться, отвезти с территории Киевской, Черниговской области, а вслед уходящим войскам украинцы просто наносят сокрушительные огневые удары, уничтожая всё? Ну, это разве можно назвать урегулированием мирного процесса? Как об этом можно говорить? Различные другие. Ну, то, что произошло в населённом пункте Буча, вчера мы все видели, ну, видно, когда фейковая ситуация, когда якобы убитые на дорогах в зеркало, видно, встают и уходят с дороги, ну, это не может не вызывать. Россия настаивает на действительно рассмотрении этой ситуации в Совете Безопасности Организации Объединённых Наций. Но что-то инициативы большой на Западе это не вызывает, к сожалению. Поэтому обстановка очень сложная. И я ещё раз, наверное, скажу, что действительно Беларусь не заинтересована была никогда и не будет в проведении каких-то военных действий. У рамках визита у регион была проанализована и бягучая ситуация. Так, у Смаргони проступили уже до пасяуной. Стан техники, наявность палева, носения и удобрения у технологии сяубы. По гэтых пытаниях Александр Вальфович принял с докладом старшиню Смаргонской граевы Конкама. Мониторинг сельскохозяйственных предприемств у межах весеннеполевых работ – приоритетная задача, поставленная на высшейшем узровне передусёй вертикалью улады. На ровных с гэтым на контроле находится социально-экономичная ситуация. Вопросы социально-экономического развития стоят в главе угла. И для сравнения можно посмотреть полки и прилавки наших белорусских магазинов на сегодняшний день, и цены, и полки и прилавки магазинов в Литве и в Польше. Но чтобы эти полки и прилавки магазинов были в таком состоянии, как они сегодня находятся, то есть, конечно же, надо развивать и делать упор на социально-экономические вопросы. В этих санкциях ещё больше сделать так, чтобы наш народ стал жить ещё лучше. Определённые сложности, конечно, имеют место быть сегодня. Мы преодолеем эти сложности.